Так, минуточку. Совсем неожиданно. Я думаю никого не будет. Поэтому так тут себя... Простите. Ничего, все нормально. Главное, это неожиданно так. Я думаю никого уже и не будет. Я тут плотищу от начала уже. Так, минуточку. По помощи. Сейчас мы все это сделаем как надо. Ну вот так. Добрый вечер! Христос воскрес! Воистину воскрес! Сразу напоминаю, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Слушаю, дорогой. Пожалуйста. Вопрос такой. Избавление от страсти? Борьба с грехом? И причастие? С чем борьба? Со страстью. А то я не расслышал. Да-да, со страстью, борьба со грехом и причастие. Как вместе с молитвой сочетать? Понимаете, вот когда начинают люди спрашивать это, то они уже заранее знают какие ответы. Приходится... Нет, я... Приходится сеять уже не на пашню спаханную, а в тернии. И поэтому заранее человека настраиваешь, но будь внимательный, что будет сказано. Все заключается в том, почему такие вопросы задают люди. Ну, он ходит, говорит, хожу все время, курю, не мочу, не могу ничего бросить. Вот там матерюсь, ничего не могу сделать, огневаюсь обматерился. Все дело в одном. В рождении свыше. Если его нету, ты можешь бороться с одной страстью, а и пятеро выползать будут. А когда ты уверовал в Бога, когда отдал себя Ему в распоряжение, и Бог дал тебе родиться заново, эти вопросы даже и не возникают. Их нету. Вот спрашивают, а как вы боролись со страстями? Ну, как? Господь сразу дал это все. Люди никак не могут понять, а как вы еще не молитесь грешным? Я молюсь грешным, все, что правила считают все. Но суть-то в том, что грешное одно дело мы признаем по натуре, по природе грешное, а то, что он избавил нас. Говорят, возлюбленные ученики Иоанна. Считайте первое послание. Он прямо говорит, прямо, определенно говорит, рожденный свыше не грешит. Рожденный от Бога не грешит. И другое слово, и не может грешить. Вот это для православных абсолютно неприемлемо. Как так? Да я же грешник, да еще я избранный, даже если сказать нельзя. А когда мы считаем, даже Даниил Сысоев об этом говорил. Если мы не избранные, что мы людям скажем? Мы должны сразу показать, мы разные. Мы в разной плоскости, в разной формации находимся. «Любящий Господа, ненавидьте зло». Девяносто шесть десять псалом. «Любишь Господа, ненавидь зло». Ты не то, что там делать, увлекать. Ну вот, товарищи, пошли или девчонка, я пошла погулять там с ними. Ну как ты пошла овечка с волками-то? Ты что городишь-то? Ты по запаху должна его увидеть, какой он волчара. Он будет все свои пороки возлагать на тебя сразу же. И от зависти, и от непонимания, и от злобного характера. Вот, Ефрем Сирин, шесть томов. А кто он такой? Очень гневливый был парнишка. И виноват. И злобу свою вымещал на хозяина. Хозяин что-то сделал, он пошел ночью, взял, отварил овечек. Они его вышли, и шесть овечек волки задрали. Ну ладно, что он такой, все это про себя говорит. Это Ефрем Сирин. А были такие, которые и дрались, еще такого у них там не было. Когда считаешь, вот это да. А как он перешел в другой формат? Бог сделал, я не знаю. Я вот вспоминаю один, у меня близкий знакомый был, в моем доме он стал по-настоящему, говорится, православным, потом иеромонахом, а потом его убил Кришнаид. Зарезал, это в Туре было, кажется, в 2002 год. Геннадий Михайлович Яковлев. А по иеромонашеству он Григорий был. Ну он учился в Украине, в Одессе. Одесский закончил там институт или университет. И историк. Ну а потом услышал у баптистов, он услышал от баптистов-то. Ну и жизнь его изменилась. А православным он здесь стал, когда пришел. Встретились мы с ним. И вот его товарищ встретил в магазине один, говорит, что-то тебя нигде не видать-то. Ни на работе, нигде тебя нет. Он говорит, а я верил во Христа. Что? Да в Бога поверил. В Бога? Послушай, ты с чем мне мозги паришь? Да ты же матершинник у нас первый был. Все анекдоты твои. Я, говорит, сразу... Да, да, да. Как ты можешь поверить, да? Я сразу задумался, говорю, так как это так? Да уже сколько, полгода, год там прошло. Я ни разу не заругался. Я не боролся с этим. У меня непрерывно там это шлё, ля-ля там. А тут нет ничего. Почему? Бог все вычистил. И люди этого не понимают. Как бороться со страстями? После молитвы. А страсти разгораются от того, что тело не предано Богу, как душа. А Господь говорит через Ана Златоуса, наказывая тело, мы вращуем душу. Почему ребенка надо наказывать? Определенно, четко. И здесь так же. Вот спрашивают как. Я не имею этого опыта. Вот по частям как-то откурить. Сначала легкие папиросы, одну папиросу в день. Ну, то есть этапно. Психологи особенно. Самый большой вред наносят. Да еще если православный психолог, амба, Христос не нужен. Совершенно. А Христос сразу меняет. Вот он Саул. Вот он едет. Зачем? Ножи наточены. Хватать и ввести в Иерусалим. Ба! Встреча со Христом. Упал. А слеп встал апостол. Да как это так? Да ты такой гневливый. Там сидят все трясутся. Я слышал, она не говорит. Это такой. Иди, это мой избранный сосуд. Уже все. Мы с ним встретились. Бог сказал, трудно идти против вражна. Все. Он повернулся теперь в другом направлении. А как он боролся с этой страстью? Не на всех христианам. Никак. Он вообще даже об этом не думал. И сделал каким ревнителем его Бог. Православные этого не понимают. У них определенное. То есть, Игнать Тихонович, получается, делает не человек, а Господь Бог делает. Избавляет от страсти. Именно так. Все понял. А вот еще такой вопрос сразу же к этому же вопросу рядышком. Вот покаяние. Как его, как узнать, как ощутить, что ты искренне покаялся, а не ложно? Как познать? У нас книга. Книга вышла у меня к истинному православию. Вы знаете. Она на нашем сайте находится. Она книга небольшая. Там около 480, кажется, страниц. Но я почти 40 лет потратил на нее. По крупицам собирал данные. Там о покаянии, о крещении. Там все это описано. Все, что говорится в Библии по всем святым отцам. Ну, думаю так, что не упустил ничего. Что говорят каноны жития святых? Как называется книга? К истинному православию. Книга. К истинному православию. Я скину вам ее просто. И все. Вы посмотрите по словам. Вас интересует вопрос о католиках. Там три проповеди. Три материала. Потом вот. Так. Еще вот такой вопрос. Извините, Игнат Тихонович. Значит, суицид в церкви и шизофрения. Откуда она берется? Ну, это разные понятия. Откуда? То есть, меня вот знакомый человек очень веровал, значит, посещал церковь и произошел суицид. Вот как понять это? Ну, я не знаю. Я человека не знал. Я знаю, что это не Божье дело. Их не отпевает церковь и в нем нет покаяния. Это единственный грех, в котором нет покаяния. Невозможно сделать, потому что ты уже на той стороне. А за гробом нет покаяния. Что послужило? Да. И какие там. Если он не нормальный был, значит, должна быть четкая справка. И тогда там уже еписка будут разбирать. Именно вот так разбирают. Нормальный был или ненормальный. Вот это, который... Понял, да? А настоятель какую-нибудь вину несет за него, раз он был в его, как бы, чадах? Ну, опять же, тут не скажешь, насколько он был близок. Говорили о своих наклонностях. Это, знаешь, просто так сбрякнуть. А виновен? Или не виновен? Ни то, ни другое. Это расследует сам настоятель. Где это случилось? Припомнить. Можно прийти и сказать, батюшка, а могли бы вы сказать, если можем, молиться за него или нет. Был ли он больной, исповедовал ли себе эту тягу к такому страшному поступку. Вот. Я никогда бы не пошел даже, если я его знал с человека, и нет его, и все кончилось. Даже молиться, и то надо с оговоркой. Если моя молитва не угодно, прости меня, Господи. Это большая разница, что он гнал на машине 200 километров, ну, и подбросило. Он летит в воздухе. И растет только одно дерево. Береза. А машина как бронированная. И не кто-то, а губернатор наш Алтайского края. Ну, вы знаете, кто Евдокимов Михаил Сергеевич. Угу. Сатирик этот. Ну, и сразу смерть. А женщина осталась. И мэр города также погиб. Вот ужас какой. Ну, я с тем-то мало знаю, почти не знаком был. А мэр города тут ко мне приезжал, он голубятник был, и сильно помогал Баварин Владимир Николаевич. И мне до того было жалко его, я не знаю. Я тогда начал названивать. Был он верующим или нет. Ну, и, наконец, я вышел на главного редактора губернской газеты «Алтайская правда» Шевченко Ольга Николаевна. Она, говорит, верующий. Я уже дозвонился, ей темно было на улице. Я говорю, как вы знаете? Он в храме стоит. Фотографии есть, говорит, он крестит ребенка. То ли у Золотухина или у кого-то там что-то такое вот. Не знаю. Но, главное, определенно. Я помолился. Но, так как у меня уверенности не было, а душа сильно о нем тосковала, я говорю, господи, прости меня, если моя молитва не угодно. Я не хожу на похороны мерзких людей. А тут я пошел. Пошел. Он. Порец спорта. Там тысячи людей. И, что интересно, фотографы фотографируют, а в газете помещили тот снимок, где я иду мимо. Их сильно, видимо, заинтересовало, как я так пришел на похороны мэра города. Вот такое дело. Помолиться? Да, и то с оговоркой. Об этом оптинские старцы говорили. Когда родная сестра Льва Николаевича Толстого спросила, можно ли за него молиться. Она говорит, в келейной молитве можете. Ну, очевидно, вот с этим приговором. Домашняя молитва. Я вам отвечаю. Надо заботиться, бороться с плотью, после молитвы просить рождение свыше. И у него сразу все меняется. А бывает рождение годами. Не знаю. Я знаю, что женщина, если роды затянулись больше суток, она умрет. И Павел говорит, а снова в муках рождения, доколе в вас не изобразится Христос. То есть, они этого не понимают, а он молится за рождение. Я снова в муках. То есть, они снова умерли, и надо снова рождаться. В муках рождения, в проповеди, вера от слышания, от слышания от слова Божия. И как проповедовать, если они будут посланы. Вот это, когда все вместе ты знаешь. Так говорит Господь Бог, это слова не человека. Значит, главный упор. И вот, даже ты очень любишь Господа, все нравится. И такой человек пришел ко Христу ночью. Он не может делать, если с ним не будет Бог. А Христос ему совершенно не по теме, как бы, говорит, надо бы народиться свыше. Ты рассматривай, тогда мои поступки будешь уже в другом ракурсе. Вот. В другом формате. И он тогда, а как это, в утробу матери войти, он и говорит, что кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Даже на мытарство не идет. А сегодня ничего в церкви не говорят. Даже на мытарствах не идет. Даже безбожник идет. Даже боец, в бою какой-то там комсомолец ударился головой об танк его, помер. А здесь вопрос... Да и, Игнатий Тихонович, да и люди это не спрашивают в церкви. Этим не интересуются. Ну, так тогда не интересуются, отпевают. Вот интересуются. Умер, когда Брежнев. Ну, просто какие-то там... Да, жена его Виктория. Это, говорят, она. Там дали указания во всех храмах. Молились за его упокой. А он генеральный секретарь Компартии был. Это я очень хорошо знаю. Остался хор, пели. Ну, я не знаю как, к рабу Божьему или как они говорили. А когда Ельцина хоронили, там какой-то, видно, протодиакон, архидиаконы. Помяни, Господи, первого президента Российской Федерации. Богу нужны наши горшки вонющие, первого президента. Пьяница. Ну, Богу-то все известно, конечно. Россию разбазарил. Все. Помяни, Господи. Игнатий Тихонович, вы меня простите. Еще вот такой вопрос. Как привести своих чат к вере и первые шаги? Вот первые шаги, как ребенку начать? То есть, ну, понятно, они образ какой-то видят на иконе, значит, разговоры. Там папа, мама крестятся, молитву какую-то читают. А как вот им это, первые шаги, как открыть? Вот три года, пять лет, десять лет. Ну, они с вами вместе, понимаете? Вот мне иногда ребятишек дают, да я начальник детского лагеря, 45 лет был. 45 лет основатель. Это не два дня, больше полжизни. Поэтому тут у меня опыт непревзойденный. Очень просто. Ребенка надо научить видеть во всем Бога. И он смотрит на иконы. Ты для него стать должен иконой. Чтобы он видел, что здесь все по-серьезному. Все по-серьезному. Ты ему должен показать то, о чем он даже еще не знает и не спрашивает. И неприметно потихоньку показать. Вот маленький ребенок у меня. Мы вышли весной на воду. Я пример говорю такой. Мы вышли, а я люблю птиц. Орнитологией занимался с малых лет. И скворцы из деревни. Я говорю, давай посидим маленько. Посмотрим. Ой! Мы сели. Смотри, он что делает. Воробьи собрались. Крещат. Они еще не могут сделать. А скворец туда залез и по одному выбрасывает. Перочки воробьиные. Подушки. Матрас выбрасывает. Я говорю, смотри, что делает-то. Ему жалко воробья. Я говорю, но воробей по-хорошему не уходил. А он его выбрасывает. Почему? Потому что это тысячи километров прилетел. Ему надо успеть все родить, воспитать и опять улететь. А воробей-то он на месте остался. Под шиферинкой под любой будет. Так что воробья тут не ждали. Да и нас называется не воробейник, а скворечник. Он в чужую квартиру залез. А в чужой квартире-то тебя выселят. Ребенок это все смотрит. Он даже на воробья уже по-другому смотрит. Но я вижу, что воробей ему уже не нужен. Я говорю, нет, он очень хороший воробей. Он всяких букашек собирает. И все улетают птицы. А он самый верный, самый приближенный к нам. Мы на окошке везде ему корм сыпем. Он никуда не улетает. Он с нами. Он такой ржавленый, как бы некрасивый. Когда присмотришься, какой он красивый. Какой клюв у него. Там пташка разная. Они по одной летают. А этот только табуном. Какие они дружные. Он уже на воробья смотрит. Маленькое дело. Это почему он такой. Бог так сотворил. Бог вложил в него. А нас он вложил. Вот мы рассуждаем. А он не может это чилим-чилим. Нужно научить во всем везде Бога. Это работа. И работа тебе самому радостная. Ты сам как бы в детство входишь. Вот один идет по аллее. Ну, издалека его видно. И старик седая борода. Такая длинная. И он на скакалку взял в руки. И скачет. А этот проходит рядом. Он увидал. И застеснялся. И говорит. Простите. У меня в детстве этого не было. Никогда. Я с малых лет. А сейчас с внученком. Я как вот ребенок сделался. И на скакалке скачет. Перед прохожим извинился. А для внука в деде цены нету. Как он все дело делает. И прыгает хорошо. Вот так. Вот это работа. Ну, а посчитать. Давай посчитаем немного. Вот начинать длинные молитвы. Не надо. Не надо. На 100 поклонов. На 100 поклонов. Я его обязательно приглашу. Вот мы пошли малину брать. А малина это старые колхозные сады. Она брошенная. Мы набрали. Теперь идти надо дорогой домой. А маленько сюда мимо старосты. Как раз дом священника. Мы должны отдать десятую часть. Я уже заранее знаю. Батюшка наш не возьмет. У него своей малины хватает. Но батюшка не возьмет. Это его дело. Но он нас благословит. У нас все по-другому будет. И ребенок понимает. Благословение священника. Это за деньги не купишь. И батюшка еще мало твой поцелует ребенка. В ребенка это маленькие кирпичики закладываются. В маленькой вере. Дождь начнется. Я поясняю ему все. Окружающим. Воспользуйся. Что есть. А не так. Бог есть. То другое. Ребенок он бывает маленький. Даже по храму пробежит. Ну маленький. Он даже еще не разговаривает. Вот начинает. Ну пусть он пробежал. Но не беда. Не играет. Он ничего. Он не устоял. Обижал. А по мне хоть бы он и в кроватке лежал бы. Он слышит. И слова эти на другом уровне в него входят. Почему евреи говорят похожие. Говорят. Нам ребенка отдайте до четырех лет. Говорят. А дальше делайте что хотите. То есть из него это не выкорчевать. Почему Лев Толстой. И когда ему было уже восемьдесят кажется два года. И он говорит. Все что во мне есть. Половина этого я получил до четырех лет. И я верю в этом. Вот наша мать как говорила. То нельзя. То нельзя. Грех. Мне вот восемьдесят лет будет через месяц. Десятого июня. А я как будто сегодня там. И вот это посты. Пасха. Как готовится. Это все перед глазами. Больше мне никто это не говорил. Оно во мне живо. И растет. Я другому расскажу. Как радостно на сердце. Как хорошо что Пасха весной. Понимаешь. Ребенок все это знает. Как приучить. Ну смотря какие дети. Бывает иной. Вот она. Привели ее ко мне. Гликерия здесь. А я тут в чат рулетки. Ну вот она. Ну на каждой минуте. Подходит. И меня хватает. И обнимет за шею. Притянет. И целует. Ну кого целовать то тут. Вот. А эти смотрят. Кто это у вас там. Ну в чат рулетки то где то. Ну и. Я отвечаю ей тем же. Вот пошли гулять мы с ней. А рядом тут. Километр может. Километр может будет. Через обе самый красивый длинный мост. И мы пошли. Вода. Да. Маленько кое где. Я валенки свои промочил. Моги мокрые. А ее все везде перетаскиваю. И я ей все показал. А дорога я разговариваю. Она очень подвижная. Гиперактивная. А вот тут. Как течет. Что это. Обратно идем. Да я ее снимаю. Да еще она это увидит в съемку. Она расположена. Она как увидит. Со всех ног ко мне несется. И на шею кидается. И в храме. Потихоньку то. Люди то увидят. Что подумают. Ты такая. А кто это. Ну она никаких. Это ребенок. Любовь проявляет. Игнатий Тихонович. А? Любовь проявляет. Как проявляет. Она прям на шаг не отходит. Вот зайдет что-нибудь. А я уже еще и хорошее отложу. И пойдут когда там орешки какие-то. Ну что-то такое. Я узнал что она любит. И есть с собой в кармашек. Дедушка балует ее. Ну да. Но балую балую. Так она придет мы помолимся. Утром становимся. Помолимся. Но на полухолна. Я на кровать давай. Только не ложись в ликерии. Ну по нашему зовут. Лукерия. Сейчас будем молиться. И мы молимся. И она сидит. Сидит. Как помолились. Она ложится на моей постели. Тут прикрыли ее. И все. Вот это в нее закладываются кирпичики. Она домой идет. А там дома дым коромыслом. Все понял. Понятно. В миру так. Она приходит оттуда. И плохие слова даже приносит. Игнатий Тихонович. Мы. Мир уже давно головой вниз летит. Поэтому ничего не сделаешь. Да. Не пропишешь. Так. Вы что-то хотели сказать. Там у Петра были Михалева. Его? У Петра? Да. Были в гостях у него? Нет. У Петра. Нет. Никогда не был. Не были никогда. Аааа. Так я там вас задаю. За кого? Ну-ка назовись. Кто ты? Варланов Леонид. Варланов Леонид. Варланов Леонид. А то ты беда. А я вас подумал, что тут другой ко мне сейчас заходил. Это бы похоже. А мы с вами как-то переписывались, Игнатий Тихонович? Ааа. Ну-ну-ну. Да. Ладно тогда. Просто тут нагорело. Поэтому я решил к вам позвонить. Да, Главное, он все-таки. Ну, зайду. Зайду. А вы первые успели зайти. Ааа. Я подумал, думаю, помылся только. Вот так вот. Он говорит, я сейчас не могу на работе. Сейчас вырвусь и сразу позвоню. Ааа. Все понял. Но я тогда не буду вас задерживать. Вдруг позвонит. Нет. Он даст звонок. Звонок будет, я сразу перекрещу и все. Еще у меня время есть. Игнатий Тихонович, спасибо вам за бальзам на душу. Вот. По поводу покаяния я уже... Было дополнение... Безоговорочная капитуляция. Покаяние. Понял. Именно в книге. Я вам постараюсь скинуть ее. Угу. Там прямо статья о покаянии, об исповеди, о священстве, о церкви. Вот как мне мысли эти приходили. Я лежу после операции в больнице, в Краевой. И в это время у меня мысли работают. Тема католики. А там видно на втором этаже лежу. А там деревья, а там за деревьями где-то фонарь. Он маленечко просвечивает в палате, видно. А бумага у меня с собой, карандаш. Я не вижу, что на бумаге. И пишу, не вижу ничего. И написал эти статьи. А вы их почитаете, когда статьи... Дальнобойное орудие. Это Господь дал. Именно настроение такое было. И в таком Бог дал смирение быть. Вот и страсти. Вот знаешь что? Да. Страсть есть какая? Поспать. Даже страсть есть. Излишки поесть не вовремя. Ну, оказывай какое-то сопротивление. Ну, мало ли что. Постам за правило меньше, чем за два часа до сна и уже ничего не есть. Все. Ну, сопротивление я поставлю. А вот с причастием что делать? А что делать? Четыре раза в год. Четыре раза. Ничего. А, четыре раза? Да, когда посты. Во время постов. Так было всегда до реформы Никона. Старообрядцы так и хранят. Просто говорят, когда ты борешься с игреком, почаще причащаться надо. То есть надо его откуда... Наоборот. Раз борешься, тебе победы еще нету. Тебе вообще нельзя прикасаться. То есть пока не побо... Много умирает. Ян Затауз говорил, что иные причащаются в два года один раз. В два года. Мы не одобряем не счастье, не редкое, а готовность. А готовность Бог определяет. Они говорят... Вот поэтому и был вопрос по покаянию. Как узнать, искренно ты покаялся или лживо? А это уже ты сам скажи. А ты знаешь, в чем каяться? В первую очередь в том, что судит совесть и Библия. Ты должен хорошо знать Писание. И как тебя совесть судит? Вот в этом сделал такое-то. А тут вот так. Господи, виноват, виноват. Скорее на исповедь. Поисповедуясь, а не причащайся. Грехи обращаются не в причастии, а в исповеди. В причастии это придумали. Этого нету нигде. В причастии жизнь дается. Жизнь. Сила. Бороться с грехом. Ну вот, Игнатий Тихонович, профессор Осипов говорит, что это лекарство. Наивысшее. Причастие. От чего лекарство? Ну, от страстей. Избавление от страстей. Этого нету, нету. Он обманывает. Он не знает это. Я считаю, что он массовый. Ну, вот этот вот как бы объясняется, что это как огонь. Он сжигает всех бесов там внутри. Ну, конечно, неизвестно, какие еще придут. Ничего не сжигает. Зачем говорить? Вот считаем мы житие Макария Александрийского 19 января. Дезинварь месяц Дмитрия Ростовского. Люди считают, пожигают. Он видит черные эфиопы. Людям причастникам в рот уголь толкают. Вот тебе и пожигают. Уголь от сатаны. Все понял. Вот так. Искреннего покаяния нет. Ну, нету, конечно. А почему они это прячут? Почему они говорят? Житие Макария Александрийского. Запомни. Угу. Понял. Запишу сейчас. А причастие как? Говорит, тело Христово. Оно, говорит, незримой ангельской рукой возвращается в алтарь. А священник-то ему разницы нет. Такой он живет невер. Еще попало делают. Я не о всех говорю, конечно. Надо страх иметь. Считай о священстве. Что Иоанн Златоуст говорит о причастии. Лучше, говорит, тело мое отдам псам, собакам, нежели недостойно причащающимися тела Христова. Вот и все. А сейчас кто не причащался? Кто не причащался? И тянут. Исповедоваться надо отдельно, в отдельной комнате, чтобы никто не слышал. Тогда, если нет, Господи, значит открыто всем говорить, как при Ане Кронштадтском было. Куда ни глянь, говорит, везде провал до ямы. Ну, вот пока такие вопросы накопились. Ну, все. Рад был Вас увидеть впервые. Ну, живем. Завтра утром может стоять этот ролик у нас. Ладно. Хорошо. Храни Вас Господь. До свидания. Здравствуйте. С Богом. С Богом. До свидания. Так, что же у меня тут нет пенны? Выключите теперь, все. Что же тут у меня не получилось-то? По скайпу. Так. Леонид Варланов. Так, 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 так. Ну, так, так, так. Ну, так, так. Так, так, так. Продолжение следует...